Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Размивка закончена Девушки отдыхают 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 Все, команды на льду, сейчас будет рука пожать всех капитанов, команды подбодрят друг друга, подготовятся к игре. Сегодня отлично утро, потому что бодрит не чашка кофе, а барабанщик Минской юности. Погнали! Гомель пытается выйти из зоны, получается. Шайба находится в зоне гостей, гомельчане не перехватили, Юнас идет в атаку. Сухие федерации хоккея Республики Белару, главный архитр Александр Герасимов, линейный Александр Гомель. Гомель посхватывает шайбу, не получается выйти из зоны. Юнас, гомельчане пытаются организовать атаку, может быть опасно, выход 2 в 1. Пас! Ай, бросок не получается. Уже со второго раза бросал игрок. Шайба не долетела до вратаря, ушла она чуть правее штанги. Гомель в атаке. Апас забросает юность, бросок. Классерное место. Тоже не хоккей, это концерт. Гомель пытается убежать. Падает игрок и будет удаление. И юность на полторы минуты остается в меньшинстве. Главный судья зафиксировал подножку. Игрок под номером 13 передохнет полторы минуты. За подножку. Раз они выиграли мяча, не выбрасывай шайбу. Гомель бросает защитник выше ворот. Гомель подхватывает шайбу по защитнику. Поперечная передача на партнера. Бросок. Совсем не точно. Добивание! Стоял игрок на пятаке, не получилось добить. Юность вошла в зону. Теряет игрок шайбу. Обошел игрока. Гомель перехватывает. Хороший пас. Бросок. Шайбу фиксирует воротарь. Гомель. Гомель. Гомель выиграли шайбу по защитнику. Проходит передачу. Нужно бросать. Мимо. Да по-моему даже игрок Юности рукой подыграл. Гомель с шайбой. Пас. Бросок. Не точно. Гомель стал в зоне. Пас на правый фланг. Возвращение игроку. Пас на центр. Не получается добивать некому. Юность убегает в атаку. 17 секунд до полного состава у гостей. Юность бросает воротарь. Оооо. Хороший был момент у Юности. Гомель пытается убежать. Перехватывает игрок. Он падает и будет удаление теперь у Гомеля. И. Команда Юность играет в полном составе. 77 номер у Гомеля. Передохнет полторы минуты. Юность в полном составе. Судяк зафиксировал задержку соперника Хлюшкой. Теперь у Юности шанс идти вперед. За задержку у Юности шанс идти вперед. Балксерафон наказан Иван Лакин. Номер 77. Команда Умель. Побегают гомельчане. Вошли в зону. Смещается центр. Проходит. Бросает мимо. И. Потеряли гомельчане. Шайба. Похож � thsi. Едасть – это было 32 DA shirts. Попыгают. И. З lump ה T3 Четыре минуты сыграли команды. Юна с шайбой. Подыгрывай себе игрок. Выбрасываю мяча не шайбу. Юность под центр. Гомельчане перехватывают. Будет контратака. Игрок ускоряется. Обыграет защитник образцовок прямо во вратаря. Влетает Гомельчанин в ворота. Жаль, что Гомельчанин было бы неплохо, если бы это была шайба. Теперь же Гомельчане бьют. Гомель в полном составе. Гомельчанин в полном составе. Юность. Хороший пас. Бросок в щиток в вратарю. Юность. Пас в центр. Не проходит. Гомель. Выбрасывает шайбу. Подхватывает игрок. Выходит из зоны. Пас никуда. Юность шайбой. Получается обыграть. Где шайба, она вылетела. Получается обыграть. Где шайба, она вылетела. Субтитры сделал. Брасывал синие линией. Его выиграли Гомельчане. Забрасываю шайбу В другом или подхватил Юность шайбы Пытается организовать атаку Подыгрывает игрок себе коньком Входит в зону Оставляет Шайбу партнеру С борьбы справа Пробует игрок сместиться в центр Защитник подхватывает, бросает Не доходит шайбы до вратаря Мафиная шайба По защитнику Бросок Не попала шайба в ворота Она даже до них и не долетела Но в юность Игрок бросает Вратарь щитком отбивает Гомель попытается убежать в атаку Уходит пас Не принимает игрок Гомель По левому флангу игрок Отдает пас-центр Юность перехватывает Теперь может быть атака юности Пас-центр Опасно бросок вратарь отбивает Хороший пас выходит Успевает игрок Его цепляет Менчанин Ну что ж, контратака Не точно пас Теперь уже гомельчане бегут в атаку Не получилось дать пас Паса защитника Не принимает игрок Принял центр Совсем не точный пас Юность закоет По каждому менчане контролируют шайбу Пас на пятак не прошел Теперь уже гомель Юность не получилась обыграть защитника Бросок состоялся Вратарь отбивает Отбивает гомельчане выбрать и шайбу Нужно бежать Хорошо Падает игрок юности Цепляет Это уже футбол Гомель подхватил Защитник Хорошо, хорошо Нужно действовать Гомель не обыграл игрока Бросок юности Вратарь отбивает Не фиксирует Юность шайбой Бросал игрок Бросал игрок Шайба упала в игрока Вратарь отбивает Вратарь отбивает Вратарь отбивает Палее, обойнать Вратарь отбивает Вратарь отбивает Матери Субтитры Бросал Вратарь отбивает Память Вратарь отбивает Вратарь отбивает Дмитрий Юность в атаке Кто успеет до шайбы Меньчанин первей Пас на защитника Возвращение Не принял пас игрок Не получил Гумельчан пройти вперед Теперь снова Юность с шайбой Не точный пас Теперь уже у Гумеля неточный пас Упал игрок Гумеля Повал за собой Меньчанина Нарушений правил там не было Гумель вперед с шайбой Нужно откинуть Так игрок и делает Что ж Гумель Не получилось пройти Юность Пас Возвращение Дальше тут мяча Будет удаление у Гумеля А нет не будет Гол И спустя 11-39 секунд После стартового списка Минская Юность Уходит вперед 1-0 Ну что ж Гости впереди Гумельчанин Пойдет отыгрываться Слушаем судью информатора С передачи Евгения Назрачева, номер 13. Шайбу забросил Яна Амбражевич, номер 22. Яна Амбражевич, он открывает еще матч, еще в юности. Минск уже впереди. Гомель пошел в атаку, бросает, вратарь ловит шайбу. Две минуты 33 секунды до окончания периода. Больнички Гомеля требуют шайбу, конечно лучше было бы две и потом еще ни одной не пропускать. Юность Гомель офсай. Пас игроку, проходит по центру. Не получается обыграть, подхватывает, набрасывание, добивание. Ротарь на месте. Две минуты до окончания периода. Юность подхватывает шайбу. Поперечный пас, Юность теперь в атаке. Обыгрывает игрока, бросает, вратарь разбивает. Взбивание. Точно вратаря. Минус по три минуты. Окончание периода. Гомель. Может быть опасна атака. Бросок прямо в вратаря. Бросок прямо в вратаря. Перспективный. Был выход. Но не получилось. Два мельчайвера. Два мельчайвера. Гомель. 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 Гомельчайвер. Вылетает. Гомель-гомель. Поперечный. Ой, нет! Бросование будет в центре площадки. Гомель-гомель. Гомель-гомель. Вылетает? ВЫЛЕТАЕТ ШАЙБА Судья-информатор объявится с первого периода. Гомель, хороший перехват. Нужно бросать. Защитник мешает. Контратака юности. Обыграл защитника. Ой, это может быть опасно. Бросок вратащит, камень отбивает. Добивание. Снова вратаря. Юность прессингует. По защитнику не принял. Выслышая бойзоны, нужно все начинать сначала. Юность заходит. Что, офсайт был? Да, лайфмин фиксирует офсайт. 25 секунд до окончания первого периода. Взбивает игрок юности нашего игрока. Это будет удаление. Что фиксирует главный судья. Никита корпусом. За задержку соперника руками. Монстратом наказан. Никита корпус. Номер 15. Команда юность. 16 секунд до окончания первого периода. Второе удаление гуминчан в этом матче. Если сейчас гуминчане не забьют, то второй период они начнут в большинстве. Это будет очень неплохо. Юность быстро вышла из зоны. Убегает игрок в атаку. Он будет бросать. Вратарь отбивает. И сейчас будет серия. Ну что ж. 15 минут передохнут команды. Счет 0-1 в пользу Минска. А мы уходим на перерыв. О, может мы и там будем проверять. А ... ... ... ... ... ... ... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Начинают гомельские ребята второй период в большинстве. У них есть минуты 15 секунд, чтобы реализовать лишнего. Гомельчане выиграли вбрасывание. Передача на защитника. Гомельчане активно притягивает. Гомельчане активно притягивает. Гомельчане диагональный пас направо. Юна с шайбой. Выбрасывают они ее из зоны. 40 секунд до равных составов. Гомельчане вновь пытаются организовать атаку. Хороший пас. Гомельчане бросок. Подставление. Не дошла шайба вратарь. Ловит ее. 30 секунд до равных составов. Вбрасывание в зоне юности. Дальше. Гомельчане. Шайбой. Хороший пас-центр. Пас направо. Не получается обыграть защитника. 5 секунд до полного состава у Гамильчан. Юность в полном составе. Не получается у Гамильчан вновь реализовать большинство. Стоят в зоне. Выходит шайба на у Гамильчан. Диагональный пас. Ой, не диагональный, прошу прощения, поперечный. Входят Гамильчане. Бросок! Не дошла шайба до вратаря. Юность убегает в атаку. Обходит одного игрока. Второй мешает. Наброс. Никто не подставляет. Гамильчан уже пытаются убежать в атаку. Идут справа. Держи, держи, держи. О. Юность убегает. Три в одного. Это может быть очень опасно. Хорошо играет клюшкой. Один из оборонцев Гомеля. Ой, падает игрок. Не получается отдать пак-центр. Ой, какой пас. Перехват. И Юность бросок выше ворот. И Юность бросает с центра. Рикошет от защитника. Шайба у Гомеля. Идет игрок. Идет по центру. Будет обыгрывать. Обходит защитника. Бросает. И Юность бросает. И теперь будет уже второе удаление в матче у Гомеля. Спустя 3 минуты 21 секунда второго периода. Гамильчане остаются в меньшинстве. 81 номер отдохнет полторы минуты. А в Юности есть шанс реализовать лишнего и уйти в еще больше одно. За парточку. Малышка наказан. Юность. Иван Панапарцев. Хорошо играет Гомельчане. Команда Гомель. Ой-ой-ой. Не получилось пойти. Гомельчане выбрасывает. Останавливает игрок Юности. Не могут Гомельчане выйти из зоны. Нужно бежать. Оставляя шайбу. Оставляя шайбу. Где она? Она в Юности. Идут они в атаку. Защитник шайбой. Делает пас. По центру бросок. Вратарь отбивает. Добивание. Где шайба? Вновь вратарь в игре. По центру. Перехватывает Гомельчане. Двадцать секунд до равных составов. Гомельчане. Падает игрок. Юность шайбой. Восемь секунд до равных составов. Юность шайбой. Обыграл игрока. Защитник бросает. Не дошла шайба до ворот. Нось Юность в атаке. Где шайба? Под ногами. Кого одолевания было. Делает пас. Только на счет. Угрожь Гомеля. Нока Юность активно прессинговала. Это принесло своей плоды. Мечане уходят вперед. Счет 0-2. Или 2-0. Но уже в пользу мильской команды. 5 минут 8 секунд сыграли команды во втором периоде. Шайба забросил Владислав Кончарук. Номер 21. Владислав Кончарук забрасывает шайбу. И еще раз в счете. Гомель бежит в атаку. Не проходит игрок. Где шайба? Гомель. Ой-ой-ой. Может опасно бежать Менчанин. Мешает ему защитник Гомеля. Падает. И удаление будет у Менчан. Задержка соперника клюшки фиксирует игрок. Маленькие юнаки просят буллит. Ну, а всего лишь полторы минуты. Ну что ж. Юность, выиграли, брат. За задержку соперника клюшкой. Получший лагон подказает игрок Юность. Шатила номер 29. Команда Гомель. Гомель убегает в атаку. Не получит прости игрока. Солкновение. Падают игроки на лед. Не получилось отдать пас. Гомель, не выбрасывай шайбу. Так выходит из зоны. Менчане пробуют организовать атаку. У Юности шайба. Бросок неудобный. Не фиксируй шайбу, братарь. Горок Гомеля без клюшки. Футболит. Ой, какая досада бросок был. Не получилось одного из игроков Гомеля, который бил без клюшки, оценивать шайбу и точным броском. В правый нижний угол Юность забрасывает. 0-3. На табло где-то на восьмой минуте второго периода. Замена вратаря будет у Гомельчан. Гомельчан. Сейчас где информатор объявит автора заброшенной шайбы. Шайбу забросил Евгений Якшевич, номер 16-й. Евгений Якшевич забрасывает шайбу. И объявит сейчас. Команды Горкеля замена вратаря. Юность может быть опасна. Даниил Ерофеев, номер первый. А у Гомельчан уже в ворота Даниил Ерофеев. Пожараем удачи. Да, Нико. Бросок Юности мимо. Павел Ибрук столичной команды. Гомель хорошо. Это может быть момент. Пытается убежать Гомельчан. Ему мешает защитник Юности. Шайба вновь у Гомельчан. Ну что, пора забрасывать. Бросок вратарь. Отбивай шайбу вправо. Курьезный мог быть момент. Девять минут сыграли команды. И еще шесть. О, теперь может быть контр-ответ Юности. Выход два в одного. Пытый игрок. Пас. Бросок. Вратарь отбивает шайбу. Хватается за голову игрок мяча. Считаю, что нужно было реализовать этот момент. Аплодирую своему вратарю. Игроки в главе. Забрасывание. Забрасывание. Шайбы вошли в зону. Набрасывай себе на ход. Бросок. Не точно. Бросок. Куратары. Ловит шайбу и фиксирует ее. Хороший малюбый бросок. Не доходишь шайбы до ворот. Хороший пас. А второй пас уже был лишним. Попал Гамильчанин, потерял шайбу. Контор выпад юности. Падает игрок, удаления не будет. Все было по правилам. По-моему, он даже сам спокнулся, но не важно. Юность обыграл игрока. Пас-центр. Не дал игрок бросить. Упередira. Пас-центр. 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 Игорь Шайбанов, Юнаси, по центр, бросок, вратарь отбивает, Юнаси не дает гамильчанам выйти, получается, контратака может быть. Гамильчане с Шайбой. 11 минут 20 секунд сыграли команды. Гамильчанин обыграл соперника, теперь Минск убегает в атаку, пас не проходит, перехват гамильчан. Бежит игрок в центр, бросок, вратарь клюшкой парирует шайбу. Шайба, Юнаси, может быть опасно, не получилось обыграть второго защитника, помешал он клюшкой. Шайба бортика, подхватывает ее гамильчане. Остался отдать пас, Юнаси перехватывает. Потеря. Впервые у Шайбы будет игрок Минской команды. Пас игроку, тот набрасывает, не дошла Шайба. Слишком слабенько. Шайба у Юнаси. Хорошая передача, бросок, гол. Хорошая передача, бросок, в левую девятку. Просает, друзья, суперпок Минчан, кто это был? 21-й, кажется, номер, 27-й. Особо не разглядел. И счет становится 0-4 за 2 минуты 3 секунды до окончания периода. Помню, вчерашний матч закончился со счетом 1-4. Все три периода, а уже 2-2, Юнаси 0-4. У нас опасна атака Юности. Спередачи, Ирина Вакильчука. Юнаси, пас игроку. Шайбу забросил Владислав Гончарук. Номер 21-й. 21-й номер, что просто Минской игрок, Владислав Гончарук. Я знаю, сделал еще 1-4, он, по-моему, забрасывал. Но сегодня Гомель убегает в атаку. Хорошо может быть. Обыграть защитника, добивать нужно. Где шайба? И будет удаление. У кого? У Минской юности будет удаление. На полторы минуты Гомель будет играть в большинстве удар соперника. Клюшкой фиксирует главный судья матча. За удар соперника Клюшкой. Малым страном доказан Максим Ясичкин. Номер 19-й. Команда Юности. Минута 5 секунд до окончания второго периода. Бросок Гомель. Мешает защитник Юности Клюшкой. Шайба в зоне Гомеля. Комичанин идет по центру. Отдает пас направо. Не получается обыграть. Гомель, шайба. Нужно отдавать пас. Забивание. Прямо, второе. Еще один бросок. Гол. Реализует Гомельчане большинство. Еще становится 1-4. Забросили Гомельчане. Забросили Гомельчане за 1 минуту. 23 секунды до окончания второго периода. Сравнять счет будет очень непросто, не говоря уже о том, чтобы выйти вперед. Но надежда умирает последней. С передачи Глеба Сапекина, номер 68-й. Шайбу забросил Иван Лапин, номер 77-й. Иван Лапин забрасывает шайбу. Он же вчера забросил единственную шайбу Гомеля. Ой, как неудачно играет вратарь. Штанга. Простили игроки. И окончен второй период. Я вам сказал, что там оставалась 1 минута, 2-3 секунды. Извините, ошибся. И перерыв 5 минут. Сейчас Гомельчане и Гомельчане переведут дух и будут готовиться к следующему периоду. Here we go. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Все, обрасывание. Для мяча они его выиграли. Юность подхватывает шайбу на синей линии. Обошел защитника. Бросок неудобный. Перекладина. Юность очень сильно прессингует. Что ж, есть шанс у Гомеля. Идет игрок по правому флангу. Смещается центр и... Нет. Добивать нужно бросок. Ой, вратарь. По защитнику еще один бросок. Поставление добивать нужно. Прижимай шайбу, игрок. Комельчане сохраняют шайбу в зоне. У нее тоже подхватывает юность. Минуту сыграли команды. И это проброс. И выбрасывание будет в зоне гостей. Минута 16 сыграна в третьем периоде. Подсказывает один из родителей ребятам, что замена при пробросе запрещена. Юность, подхватывай шайбу. Выходит из зоны. Хорошо обыграл игрока. Бросает. Шайба попадает в защитника. Ну что ж, побежала юность в атаку. Убегает двоем гомельчане. Будет бросать. Попадает в ногу одному из игроков соперника. Что ж, Гомель может организовать атаку. Бросок. Вратарь отбивает. Мешает. Минчанин пройти игроку Гомеля. Минчанин. 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 Слишком сильный пас. Не принимает игрок. О, обыгрывает игрок, вратарь отбивает шайбу. Минск бросает, шайба отскакивает гонус игроков, бросок, забивание, гол. И так летели за хитикой футболиста Минсков, и после броска одного из защитников и своего вратаря, игрок юности добивает шайбу и делает счет 1-5. Четвертый, третий период, бросок шайбу, бросок в обмену вратаря, а уходит миллиард. Браслова не выигрывает команда Минска, падает игрок Гомелец. С передачей Паула Комкор, номер второй. Шайба забросил Евгений Ноздрачев. Евгений Ноздрачев забрасывает шайбу, делает сейчас практически разгром, уже побит в пиражный рекорд. Бросает Гомельчая, не на гром отход. Брагает. Ловит шайбу. Три минуты 45 секунд сыграно в заключительном отрезке встречи. Уратарь перешла шайбу. Пошла юность в атаку. Идет игрок по центру. Мещается вправо. Обыгрывает игрока. Делает паз за ворота. Понимаю, будет отдавать защитнику. Гомельчанин мешает. Обыграл еще одного игрока. Не получается бросок по юности. Подхватывает партнер шайбу. Но Гомель ее выбрасывает. А игрок не смог ее принять. Ой, какая ошибка Мещанина. Но не точный пас уже со стороны гомельской команды. Пошла юность в атаку. Ну что ж, теперь Гомель будет атаковать. И падают игроки. Нарушений правила там не было. 5 минут 13 секунд сыграно в третьем периоде. Не было наброса в центр. Юность перехватила шайба. Убегает атака. 2 в 1. Обыграл игрока. Бросок не получается. Очень сильно прессингует юность наших игроков. Шайба у юности. Зашли они в зону. Защитник Гомеля мешает. Забирает шайбу себе. Пытается пройти справа. Одного игрока обошел. У второго не получилось. Юность перехватывает. И бросок юности попадает в игрока. Шайба. Падает Гомельчанин. И что, будет удаление? Задержку соперника руками фиксирует главный судья. И юность остается в меньшинстве. 6.25 сыграно в третьем периоде. Час полторы минуты. Задержку соперника. Его не реализуют раньше. Команда Гомеля берет 30-секундный период. Тайм-аут берет команда Гомеля. Тренера объясняет своим подопечным, что и как нужно делать. Все, закончился тайм-аут. Брасывание переносится в зону юности. За задержку соперника руками. Гомельчанин дает упротив шайбу из зоны. Пасок. Иман. Гомеля шайба. Пас по бортику. Пас за ворота. Наброс комбинации. Добивать нужно. Мешает меньшин. Выбросил у юность шайбу. Оу. Шайба в зоне хозяев. Не могут ребята начать атаку. Им активно мешает минская команда. Вот шайба у Гомеля. Не смогли они бросить по воротам. Падает игрок. Не было нарушения правил. Так считает главный судья. И вот уже может быть ответ юности. Выход два в одного. Мешает гомельчанин. Он подставляет клюшку. Не доходит пас. Опа. Юность вновь в атаке. Пять секунд до полного состава. Пас. Защитнику. Наброс. Налево. Бросок. Мимо. Вновь юность шайбой. Падает игрок. И это удаление. Далее будет у Гомеля. Задержка соперника руками. Это капитан Гомеля Илон Лапин. Он единственный пока кто забросил гомельчан в обеих матчах. Вчера одну. Сегодня одну. 8-17 сыграно. За задерживую осталось 6.43. есть юность и шанс увеличить разрыв еще больше хотя куда там гомель бросается устрого угла шайба меча не хорошо проходит пас убегает убегает юность бросать не получается мешают защитники реже гомель в атаке 2 в 2 обыграл одного защитника второй подхватил шайбу падает не было на решение правил на юность подхватывает шайбу убегает вперед обыгрывать защитника бросать неудобно перекладина 2 перекладина за период все прошлом периоде была штанга 922 сыграно матче 23 секунды до полного состава гомельчан в гомель в атаке бросать не дают игроки то поперечная передача защитника удаление будет у юности наверно задержку соперника плюшкой имя это и есть 3 секунды до полного состава у гомеля сейчас 4 на 4 сыграют команды 10 номер у минска юности нарушал правила и гомельчане будут играть минуту 20 секунд в большинстве гомельчан в полном составе команда гомеля играет в полном составе гомель шайбой получается выбросить а по борщику и он возвращает наброс вратарь останавливает откидывает ее за ворота гомель не получилось обыграть защитника слишком далеко накинул себе шайбу гомельчан в шайбой обошел игрока кто будет сам ведет шайбу оставляет партнеру тот не принял теперь уже юность будет убегать еще четыре минуты играть команда в матче 14 секунд до полного состава у минсчан команда юность шайба у гомеля бросок мимо добивание бросок вратарь ловит шайбу ну три минуты 36 секунд до окончания матча думаю для мельчане уже и возьмут сегодня очки бросок точно вратаря тот шай5 не фиксирует отдает партнеру Гомельчане старались Сохрани шайбу в здании Неудачная попытка Пошли в нее снова И вот идет юность Перехват Мешает мельчане Мельчане с шайбой Выбрасывает ее И это проброс 12-12 сыграли команды 12 минут 20 секунд Минск с шайбой Стали они в зоне Гомеля Паспорт не раз за ворота Подхватывает игрок Юность Не получилось обыграть Соперника Мельчане контролируют шайбу Гомель перехват Мельчане с шайбой Обошел игрока Бросок мимо ворот Последние 2 минуты Пожалуйста, где информатор Пас не точный Вновь юность с шайбой Идет игрок слева Сбивает его Гомельчанин Не было нарушения правил Вновь юность Бросок не получился По-прежнему они контролируют шайбу Стоят в зоне Гомеля Гомель Бросок Бросок Прикошетит шайбу от одного из игроков Мельчан Контротверт юности Получилось обойти игрока Гомельчанин Гомель подхватывает шайбу Побегает Гомельчане вперед Здесь уже мешают Мельчане Защитник Гомельчанин Выбросил шайбу В зону соперника 40 секунд до окончания матча Юность в атаке Где шайба Попала она Гомельчанина 15 Не не 15 Даже 10 секунд До окончания матча И финальная сирена Ну что ж На этом матч Заканчивается Победает команда Юность Это еще там 5-1 Если подвести итог По этой игре То Юность полностью превосходила соперника Это видно По заброшенным шайбам Также еще было Три попадания в стойку Гомельчанин Много не получалось Есть над чем работать У главного тренера Юных Русей Ну что ж На этом с вами прощаемся Спасибо что были с нами Увидимся Скоро